МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 9 мая 2017 год. Сегодня наша страна отмечает 72-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Чем дальше от нас май 45-го, тем явственнее слышны голоса тех, кто старается переписать историю, уничтожить святую память о Великой Победе, внушить подрастающему поколению другие ценности, навязать новых героев. Но чем громче будут слышны такие оскорбляющие нашу память призывы, тем сильнее и сплоченнее должны мы становиться. Это победа наших отцов и дедов. Это наша победа. И мы ее никому не имеем права отдавать. В Великий День Победы в этом году с нами встречает 108 ветеранов. Через их сердце и судьбу прошла война. Ценой огромных жертв и лишений они отстояли свободу и независимость нашей страны. Это радостный день. Мы должны сегодня вспомнить наших погибших товарищей, которые отдали жизнь за то, что мы вот 72 года живем без войны. Ну а всем ветеранам войны, труда, вооруженных сил, здоровья, счастья, успехов и так всему нашему народу Славянскому району. Прежде всего радость ощущаю. Заслуженную радость. Она досталась нам всем кровью. 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне Славянск на Кубани встретил военным парадом. Равнение на середину. Товарищ полковник, участники парада Славянского гарнизона, вознаменование 72-й годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне, построенные командующий парадом подполковник Зубин. Победы в Великой Отечественной войне Победы в Великой Отечественной войне Поздравляю вас с Великой Отечественной войне. Поздравляю вас с Великой Отечественной войне. Ура! 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 Здравствуйте, товарищи участники! Здравия желаю, товарищ полковник! Поздравляю вас с Великой Отечественной войне. Ура! 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 Здравия желаю, товарищ полковник! Поздравляю вас с Великой Отечественной войне. Ура! 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 Здравия желаю, товарищ полковник! Ура! 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 Поздравляю вас с Великой Отечественной войне. Поздравляю вас с Великой Отечественной войне. Ура! 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 Ура КОНЕЦ КОНЕЦ Жители и гостей города с праздником Победы поздравил глава Славянского района Роман Синеговский, заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети войны, солдаты и офицеры, жители и гости Славянского района. Поздравляю вас с Днем Великой Победы! Сегодня, отмечая этот священный праздник, мы вновь осознаем всю грандиозность победы над фашизмом. Гордимся, что именно наши отцы и деды смогли одолеть, сокрушить и уничтожить эту силу. За свободу родной земли боролся весь многонациональный народ нашей страны. В братских могилах на территории Славянского района похоронены солдаты и офицеры разных национальностей. Все вместе они несли тяжелую ношу войны и все вместе совершили бессмертный подвиг во имя спасения Отечества. Мы преклоняемся перед героями войны, перед теми, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж отчизны, кто был замучен в концлагерях, плену и оккупации. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, всех, кого уже нет с нами. Мы всегда будем помнить, какой ценой завоевана победа. И никогда не изменим заветом наших дорогих ветеранов. Любить, беречь и защищать Россию. Мы снова и снова благодарим вас за то, что можем жить и созидать, за то, что родились и живут в мире наши дети и внуки. И 9 мая, День Великой Победы, навсегда останется главным праздником для миллионов граждан нашей страны. Символом нашего единства, справедливости, национальной гордости и воинской славы. Низкий поклон поколению победителей. Мира, счастья и благополучия всем жителям Славянского района. С праздником, дорогие друзья! С Днем Великой Победы! Уважаемые земляки, дорогие ветераны! От лица руководителей края, Вениамина Ивановича Кондратьева, Владимира Андреевича Бикетова, депутатов Законодательного Собрания Края, себя лично поздравляю вас с Днем Победы! 9 мая для нас навсегда останется днем национальной гордости, отблеском вечного огня, священной войны за Отечество. В каждой кубанской семье есть свой герой, свой солдат бессмертного полка. По зову сердца все больше людей присоединяется к самому масштабному шествию страны. Потому что великая честь идти единым строем с героями Великой Отечественной. Их бесстрашие, стойкость духа, закаленная в боях и на трудовом фронте, закаленная правда спасли мир от фашизма. И спасают сейчас от скользких путей и чуждых идеологий, от нравственной пустоты и беспамятства. Нам важно, чтобы не прерывалось нить истории. Ответственность донести правду о войне и уроках все в большей мере лежит на нас, детях и внуках героев. Память – это наши корни, наша духовная и нравственная опора, которую мы должны сохранить ради будущего. Сделать все, чтобы сберечь бесценное достояние победы, мир, благополучие, веру в свой народ, беззаветную любовь к родной земле. Низкий поклон вам, дорогие ветераны. Желаю вам добра, здоровья, сил и долголетия. С праздником! С Днем Победы! Ура! Великая Отечественная война вошла в нашу историю как общенациональная трагедия, пережить которую мог только сильный народ. Она стала свидетельством высочайшего народного патриотизма и высочайшей воинской доблести. Сегодня 9 мая, ровно 72 года назад, в этот день, диктор всесоюзного радио Юрий Левитан объявил советскому народу и всему миру о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, о победе советского народа и его доблестной Красной Армии над коричневой чумой. Тяжело досталась эта победа русскому народу. Она унесла жизни более 26 миллионов советских людей. Но победа была достигнута благодаря стойкости и мужеству русского солдата. Благодаря слаженной работе Государственного комитета обороны, возглавляемого Иосифом Виссарионовичем Сталином, сумевшим мобилизовать все ресурсы страны под девизом «Все для фронта, все для победы». Умелыми действиями на боевых фронтах наших полководцев Жукова, Василевского, Рокоссовского, Малиновского и других победа была одержана. В нелегкое время сегодня переживает наша Россия. Наши недруги стараются любыми путями упрекнуть, укусить Россию без всяких на то причин. Но это им не удастся. Россия сегодня одна из великих, могучих держав мира. С болью в сердце мы сегодня воспринимаем некоторых деятелей, если можно назвать западных государств, и даже бывших советских республик, которые стараются фальсифицировать роль русского солдата в Великой войне, роль русского народа в этой победе. Но и это нас не пугает. Сегодня российская идеология робко, правда, но встает на нормальный, правильный путь. Мы сегодня склоняем низко свои головы перед инициаторами и организаторами акции «Бессмертный полк». Это действительно бессмертный полк. Он набирает с каждым годом свою мощь. Если в прошлом году по России участвовало более 16 миллионов, он перешагнул наши границы и охватил 64 страны мира. Объявляется минута молчания. Мастерская идея Сотни славянцев пришли принять участие в праздничных мероприятиях. Для каждого это личный праздник, великий, радостный и трагичный одновременно. Праздник памяти и национального единства. Для меня это великий праздник, праздник победы, потому что у меня родители воевали, мать была на фронте в Сталинграде, поэтому я с удовольствием хожу на этот праздник. Этот праздник, по-моему, радость для всех. Это наши деды и отцы дали нам жизнь, чтобы мы жили счастливо, и мы будем продолжать все их традиции. В параде на театральной площади приняли участие военнослужащие двух войсковых частей, дислоцирующихся в Славянске на Кубани. Курсанты Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, члены Славянского отделения Российского союза ветеранов Афганистана и локальных войн, казаки Славянского районного казачьего общества, а также учащиеся школ номер 1, 3, 16, 17 и 18. Войсковая часть 75-302, 7-й гвардейской краснозаменной ордена Путузова 3-й степени, ордена Суворова 2-й степени десантно-штурмовая дивизия Горная, командир батальона, гвардии подполковник Ерев Алексей Владимирович. На параде казаки Славянского района возглавляет подъезд Саул Заболока Александр Григорьевич. Общество образовано в 1991 году. На сегодняшний день общество насчитывает более 1700 казаков, которые выполняют задачи по охране общественного порядка в Славянском районе. Школа номер 17 имени героя Советского Союза генерал-майора Василия Васильевича Колесника. Среди участников парадного расчета 12 отличников учебы. Победитель 2-й степени Российского форума научной молодежи «Шаг в будущее». 9 мая это самый великий праздник в нашей России, в том числе и для казачества, потому что участвуя в параде, участвуя в акции памяти, мы тем самым отдаем дань уважения нашим дедам-брадерам, которые, к сожалению, кто-то из них погиб в годы Великой Отечественной войны, для того, чтобы наши дети, внуки мирно жили, мирно учились, чтобы мы работали, чтобы не было войны. Для меня честь представлять наш город, отстаивать гордость нашей страны. Это приятно вспоминать это прекрасное событие, что когда-то наши деды-прадеды победили войну, и мы почитаем этот праздник и рады принимать в нем участие. 9 мая 1945 года Советский Союз не просто одержал победу над фашистскими захватчиками, он доказал всему миру мощь и силу русского народа, отстоял право на свободу и независимость. Сменяются поколения, уходят в прошлое именно тех, кто не жалея жизни боролся с фашизмом, но они навсегда останутся в нашей памяти и в памяти наших потомков. Анна Монастыренко, Александр Косицын, Георгий Калинин, Александра Тимовская, Сергей Тимовский. Специально для праздничного выпуска программы «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова